Она улыбается. И отец ее весело улыбается. Кот, ты обманул меня. Нет. Самое печальное в этой истории есть то, что они улыбаются. Печальная история, в которой улыбаются. Театр-студия «Грань» презентовал премьеру далеко не детской сказки «Дракон». Запрещенную пьесу Евгений Шварц писал под звуки бомбежек в блокадном Ленинграде. Долгое время она не проходила цен с советской пропагандой, и постановки по ней были под запретом. По словам руководителя театра, история оказалась еще актуальнее в год пандемии. Когда мы говорим про свободу, что же для нас свобода? Когда границы закрыты физические, или когда мы можем везде перемещаться и быть внутри несвободны. В этом спектакле, в этой пьесе, оно, конечно, безусловно, очень актуально ложится просто само по себе. Это было не под пандемию все взято, а вот, как часто бывает, жизнь мудрее нации, она выстраивает свои какие-то параллели, линии. Ничто иное, как памфлет. От простой сказки пьеса, конечно, отличается. Фактическая победа над антагонистом не дает никаких гарантий на освобождение. Со своим героем Руслан Бузин не сразу нашел точки соприкосновения. Признается, вжиться в роль, как ни странно, помогли тревожные мировые новости и жизненные перипетии. Я не такой властный, как Дракоша. Он намного мудрее. Я не такой мудрый, он стратег. Я не так далеко не смотрю на мир, как он, на будущее. Хоть вы меня не просите, я вызову на бой дракона. Никита Башков, он же Ланцелот, герой-спаситель, новый член труппы. Окончил академию Никита Михалкова. Успел поработать и в Москве, и в провинции, но выбрал театр Новокуйбышевска. Это очень высокий уровень, действительно, подготовки. Это то место, где можно развиваться и куда действительно стоит прийти зрителю. Музыкальный ряд, ломанный марш, отражение восприятия нестабильности и несправедливости, пронизывающий сюжет. Почти всю музыку для спектаклей грани пишет Арсений Плаксин. В спектакле играет Кота, альтер-эго, Ланцелота. Вроде бы он марша, вроде бы в нем уже вся музыка ломается. Это, может быть, мое видение и сейчас, видение того Советского Союза и вообще того, про что Шварц писал. Сюжет пьесы почти не меняется. В нем лишь появились отдельные фразы известных российских поэтов. Длится спектакль с антрактом почти три с половиной часа, которые, как обещают его создатели, пролетят незаметно. В самом конце зрителю гарантируют неожиданную развязку. Увидеть постановку можно будет до 24 октября. Гульфия Сафина, Константин Головин. События.